Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры Зазини. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну и также мы продолжаем наш марафон видеороликов, как только под этим роликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий ролик, так что дерзайте. Ну что же, кто не видел, еще обязательно посмотрите, у нас закончилась карьера за Лестер Сити, поэтому теперь у нас будет только Зенит. Зенит в оставшиеся дни до выхода FIFA 22, поэтому давайте посмотрим, какие у нас сегодня матчи. Зенит-Локомотив, домашняя игра, выездная против Химок и старт зимнего трансферного окна, и выездная против Уфы. Поэтому, ну такие, два начальных интересных матча, а потом так себе на самом деле. Ну что же, начинаем матчем против Локомотива, они в прошлом сезоне нас выбили из полуфинала Кубка России, и все на этом. Мы у них забрали и чемпионат в прошлом сезоне, в этом забрали еще и Суперкубок, обыграли их, поэтому надо в этом сезоне показать, что в прошлом, может быть, это действительно было какой-то ошибкой, наказать их конкретно. Так, я ничего не буду менять, вот сильно по составу, все, вот какой он есть состав, таким, и выходим. Зенит-Локомотив, российская премьер-лига, поехали. Итак, Газпром-арена, Зенит против Локомотива. Ну что же, начинаем. И 1-0. Снова забивает у нас Осиньен, 30-ая минута, мы выходим вперед. И счет 2-0. Вот так вот замечательную атаку разыграли Осиньен и Жезов, и мы увеличиваем наше преимущество. И 3-0. Замечательно. Забил у нас еще и Джастин Клюверд, вся третья минута, 3-0. И все, финальный сесток. Зенит разгромил, Локомотив вся дома. Со счетом 3-0 забивали Осиньен, Жезус и Джастин Клюверд. 6 ударов, 6 твор, ни одного удара от Локомотива, Осиньен стал игроком матча. После 13-го тура мы все так же на первом месте и лидируем над Краснодаром в 8 очков. Итак, переговоры по моей команде. Пикфорда хотят купить в Лестер. Только что закончили карьеру, они уже тут Пикфорда у нас хотят забрать. Так, здесь нам нашли Милинковича, Савича, кстати, хороший вариант, я считаю. Сейчас как раз зимой купить. Так, а мы продали там или нет? Так, здесь что, отменен? Фодана, да, мы продали, я так понимаю. Ага, вот, мы здесь договаривались, да, еще помню, помню, помню. А, денег-то у нас, кстати, хватает. Я считаю, Федерико Вальверде это лучший вариант, нежели чем тот же Савич, он там повозрастнее, постарше. Но, мне кажется, вот Вальверде мы сейчас заберем. Все, у нас и деньги откуда-то, я не знаю, появились. Но это неплохо. Все, от Гендузи мы тогда с Бартуалем отказываемся. Супер. Так, и что у нас дальше? Смотрим по общему рейтингу по убыванию. Убираем Азмуна. Выставляем его на трансер и ищем нам хорошего центрального нападающего. Итак, сейчас у нас выездная игра против ЦСКА, они идут сейчас на пятой строчке. Ну и все, таким же абсолютно составом мы выйдем против ЦСКА, как и против Локомотива. Надеюсь, нам это поможет. ЦСКА-Зенит, поехали. Итак, ЦСКА-Зенит. Матч в рамках чемпионата России. Начинаем. И все, финальный сысток, нулевая ничья против ЦСКА. Владение на разных, 7 ударов у нас, 2 створ всего лишь, реализация плохая. Ну и после 14-го тура мы все так же на первом месте, на 7 очков лидируем над московским Спартаком. Арнаутович признан лучшим футболистом Азии. Жезнуса хотят купить в Манчестере United за 60 миллионов. Так, Зенит теперь занимает третье место в обновленном рейтинге клубов. Рохас удостоен награда лучший футболист Южной Америки. Нам предлагают работать в Краснодаре, в Бхаршапуре еще. Замечательные новости какие. Итак, вот оно наше подписание. Это Федерико Вальверде. Который перешел в состав Зенита из Мадридского Реала. Вместо Фила Фоддена, которого мы обратно отправили в Англию. Как-то вот Фил Фодден просто у нас не заиграл. Мало там и голевых у него даже было. Вроде вообще ни одного забитого мяча за все это время. Поэтому я надеюсь за 33 вот этих миллиона Вальверде усилит нашу команду. Тем более вот против Барселоны нам предстоит играть в Лиге Чемпионов. Фодден перешел в Шеффилд Юнайтед. Ну и Вальверде переходит к нам. Итак, сейчас у нас выездная игра против Химок. Дальше через 2 недели игра с Уфой. Поэтому давайте переходить к игре. Я надеюсь сейчас у нас дебютирует Федерико Вальверде. Все, вот таким составом мы выходим. Химки Зенит. Российская премьер-лига. Поехали. Итак, Химки Арена. Химки принимает Зенит. В рамках Российской премьер-лиги. Давайте начинать. И отлично. 1-0. Джастин Клюверт пушечным ударом первым же, причем в этой встрече, на 10-й минуте, выводит нас вперед. Замечательно. И 1-1. 18-я минута. Химки сравнивают счет. И замечательно. И вот теперь здесь на отскоке очень хорошо сыграл Габриэль Жезус. 33-я минута. 2-1. Такие голы у нас чаще всего в этом сезоне Асимьен забивал. Но добивание очень хорошее. Вот теперь и Бразилия забил. И все. Финальный свисток. Минимальная выездная победа. Клюверт и Жезус забили по голу. Пропустили от Умаева. Ну и главное, что победили. Итак, после 15-го тура мы все так же на первом месте и лидируем над московским Спартаком на 7 очков. Так, скауты нам нашли центрального нападающего. Давайте глянем. Ну это, конечно, на Роналдо. Вряд ли я смогу его потянуть. На Рафаэль Лиао. Кстати, вот этот интересный очень даже вариант. Так, а зачем я его добавляю, если я могу сразу там, в принципе, начать предложение делать. Да и потянуть мы его, кстати, должны. Так, ну и здесь Эрлинг Холланд. Я не знаю, сколько у него там. О, если вот только получится нам Азмуна продать сейчас. И вот эти деньги у нас появятся, то тогда, конечно, Холланда у нас получится подписать. Так, Санчеса готовы взять в аренду. Это Наполе. Вообще, замечательно. Нам сейчас денюжки очень даже нужны. Поэтому вот за 22 миллиона с половиной там попробуем сейчас Санчеса сдать в аренду. Так, а там кто у нас? Там Холланд, который согласен за 47 миллионов. И зарплату, которую мы, кстати, сможем потянуть. И Лиао готов. Поэтому все. Я сейчас, главное, зарплатный бюджет никуда не трогать. И вот сдать просто в аренду Санчеса. И мы тогда Холланда сейчас просто возьмем и купим. Супер будет. Просто связочка у меня. Я, правда, не знаю, с кем я ее буду в паре держать. Либо с Жезус Холланд, либо с Жезус Симьен. А Холланд на скамейке запасных. Итак, Азмун отлично покидает нашу команду в Атлетик Бильбао. Он переходит вот так вот. Вроде не Баск, но подписывают парня. 13400 я попробую сейчас выторговать за него. И 21 миллион платит Наполе за Санчеса на полгода в аренду. Замечательные деньги за него. И все. У меня есть деньги теперь на покупку Эрлинга Холланда. Да. Все. Ну, сколько ему? 24 года. Поэтому и рост 194 будем просто сейчас навешивать только на него. И, если я не ошибаюсь, то он перейдет к нам только в следующее. Вот. На следующий день. То есть не сыграет. Хотя может даже сыграть, потому что это за день до игры. С кем-то мы играем вообще. С Уфой. Поэтому как-то так. Так. Ну, Азмуна мы продали. Теперь будем продавать Аки, я как вижу. Выставляем его на Транцер. 82-й рейтинг. Это уже низко для нашей команды. Поэтому ищем центрального защитника нам. И все. Эрлинг Холланд присоединяется к Санкт-Петербургскому Зениту. Шикарный трансфер на замену Сердара Азмуна. Мне кажется, у нас только Малком один и останется из того стартового самого состава Зенита. Уже даже Азмун покинул нашу команду. Там сейчас идет договоренность Атлетика Бельбан. Вот. Эрлинг Холланд. Уже таких звезд, такого уровня мы подписываем. За 47 миллионов. За какие-то копеечки. Действительно. Эрлинг Холланд присоединяется к нам. Так. Рибери на один год в Севилью. Хотят его забрать. Но естественно только на полгода. Чтобы нам денег больше было. За 26 миллионов. Так. Санчес у нас доошел в Наполе. И Холланд присоединяется к нам. Ну и все. У нас сейчас выездная игра против Уфы. Сейчас я хочу посмотреть на рейтинг Холланда. Холланд 85. Но естественно он будет пока что в связке с Жезусом. А Симьен идет на скамейку запасных. Чалова мы больше на Симьену дадим шансов. Нежели чем Чалову. Азмуна на продажу. Вот так вот. Немножечко передвинули. И все. Ну вот такой вот у нас стартовый боевой состав. Прям классный. Переходим к самому уже матчу. Сейчас там некоторые перестановочки сделаем. Сумаре вот выпустим. И все. Я кстати не посмотрел. Давайте посмотрим. Пофиг что тут сбросится. Через сколько у нас там. А там дальше и не важные такие игры. И через неделю против Тамбова. Поэтому все. Вот таким составом мы и выйдем. Не посмотрел я какой кстати номер. получил и взял себе Эрлинг Холланд. Ну посмотрим. Я бы ему девяточку дал. Уфа против Зенита. Поехали. Итак. Нефтяник Стэдиум. Уфа принимает Зенит. 25 номер пока что у Эрлинга Холланда. Дадим мы ему естественно девяточку. После ухода сейчас Сердара Азмуна. Но пока что дебютирует пусть под этим номером. Главное не забыть ему поменять номер. Бенджамин Павар. Замечательно. Так. Альфонсо Дэвис хорошую скорость сейчас набирает. Холланд. И как сейчас было шикарно. Это все разыграно. 15 минута. 1-0. И Малком забивает. Я кстати сейчас не увидел даже от кого голевая была. Потому что все так быстро. Ареза. Он здесь Дэвис на Холланда. Холланд на Жезуса. И Жезуса дал голевую на Малкова. Шикарная атака. И шикарный гол. И забивает на 78 минуте Федерико Вальверде. Даже Вальверде понадобилось 2 матча. Чтобы забить свой первый гол за Зенит. Фил Фодден не смог. Я не знаю когда я его подписывал. Но мне кажется он года 2 у нас отыграл. И все. Финальный свисток. Уверенная выездная победа Зенита. Малком и Вальверде. 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 Забили по голу. Благодаря их голам мы и победили. Кстати 2 удара в створ всего лишь было. После 16-го тура мы все так же лидируем в российской премьер-лиге. На 7 очков опережая московский Спартак. Так. С Азмуном мы договорились. За 12 миллионов его подписывает Атлетик Бильбао. Спасибо большое. Но кстати зарплатный бюджет мы уж точно расслабили. 7,5 миллионов получал у нас Азмун. Так. Не понял. Рибери. Ведем переговор. Вот. По Хоакину. В Лестер-Сити на сезон. Хотят его взять в аренду. Ну тут это уже по личным связям так сказать. За 25 миллионов сейчас попробуем его отдать. Ну и давайте переподпишем. Я не знаю стоит ли вообще переподписывать с Пикфордом. Я бы сейчас еще попробовал переподписать с ним. Вот. На 2 года с ним контракт. Потому что ему и так уже ну 30 лет. И там сейчас снова видно что уже на спад так пойдет за эти 2 года. Поэтому вот на 3 года мне кажется много. Вот на 2 будет все замечательно. Так же еще и с Жезусом практически 6 миллионов нам сейчас надо будет заплатить. Вот. С ним мы на 3 года договорились. Вот как раз ему и будет 30. Поэтому. Примую наверное и продлим с ним контракт. Вот 2 миллиона у нас здесь останется. Все. И на Пикфорда получается. Ну как только. Кого-то. Может быть продадим. Либо просто накопим. Тогда с Пикфорда мы продлим. Так. Аки уже готовы купить. В Crystal Palace я еще ему замену не нашел. А уже его покупают. Ну давайте продадим. Почему бы нет. Мне кажется у нас и с 3 центральными защитниками в команде справимся. Так. Париберис. За 24 с половиной миллиона его готовы забрать. Пожалуйста. Отдаем. Все. Деньги есть. Осталось только вот действительно. Сейчас найти центрального защитника. Лучше чем Аки. Рейтинг 82. Ну там я бы 85. Может какой-нибудь бы все-таки купил. Так. Пикфорд. Пикфорд. Завершились. Все. То есть с Пикфордом мы продлеваем. Да. Контракт. Я сейчас в минус ушел. Да. На 700 тысяч. В 800 там практически. Но продлили контракт с Пикфордом. Сейчас это быстренько когда-нибудь. Да и наберется все. Вот. Ну и еще. 22 с половиной миллиона за Хуакина. Все мы принимаем. И он уходит в аренду еще. Игрок в минус нам. Для практики. Так сказать. Он уходит. Вот. Ну а деньги мы за него хорошие получаем. Нашли бы. Мне бы уже поскорее центрального защитника. Потому что деньги у меня сейчас хорошие. Там около 70-80 миллионов будет на центрального защитника. К сожалению только вот наверное на зарплату будет ему не хватать. Так. Аким за 17 с половиной миллионов. Но он возвращается в принципе в Англию. Из Манчестер Сити мы его вроде покупали. Вот теперь в Кристалл Павлес его возвращаем. Средняя оценка 5.6. То есть ничего такого интересного не показал. Ни одного гола. Не забил ни одной передачи. Хотя защитники бывают у нас и забивными. Но. 52 матча все-таки провел. Хороший игрок. Все. До свидания. Ну и также вот. 3.800. Грел нашу зарплату. Вот мне кажется 3 миллиона можно на такую зарплату кого-нибудь найти. Договориться. Если нет. Будем что-нибудь придумывать. Ну и на этом все ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч. Друзья всем. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok